так вот у нас с вами очередная серия ночных бабочек подмосковья так и вот перед нами мотылек вот так вот он выглядит не знаю почему он не активен какая прелесть смотрите надеюсь что он живой не буду сейчас его испугивать пальцем вам него посмотрим оставить как у него вкусики интересные него глаза вот как я уже говорил в прошлый раз да вот таких ночных потыльков есть интересная особенность когда на них смотришь вот стороны да вот например сейчас когда мы смотрим на ему на мочку то такое ощущение будто на нас с вами смотрит шершень вот таких вот больших жевал не хватает у него впереди да и точно был бы шершень вот а если глаза сделать немножко побольше то он будет чем-то похож на богомола так вот эти когда смотришь на обычную бабочку таких ассоциаций не возникает вот у ночных мотыльков да вот то словах например у них такая есть особенность уже до устроения тела что внешне могут напоминать других насекомых жуков кузнечиков шершней данным чё даже небольших птиц хотя говоря достаточно такая увесистая мощная бабочка если вас врежется в лоб например и от когда мы снимали просто раз они вот ввелись около нашего телефона на потому что я вот снимаем такую камеру портативную просто отсюда привет приезжать на дачу решил так вот посмотреть кто сидит на окне у бах бабочка кстати хорошо на такого устроилась мы видим спереди очень так отлично показано глаза у нее устроены так что когда мы снимаем сейчас да так очень смотрит тоже моргает и вот ночью перед нами мотыль мотылек вернее это не извиняюсь мотылек до мотылек такой крупный такой мотылек ночной ну да мотыль я уже так дело говори сняла почему ассоциации большие бабочки скорее с мотылем а мотылек на есть ты маленького то что летает слева где-то в кадре так это нет хотя может быть и до чуть такой штуки маленькая чё-то это интересная штук я даже не знаю что ты похож скорее такого летающего сверчка такого небольшого хоть и очень маленький ух ты ух ты ух ты комар да вот такие вот интересные есть насекомые подмосковье видите нет никакой экзотики от никуда ездить просто достаточно понаблюдать внимательно над теми вещами которые тебе окружают вот в твоей повседневной жизни в частности на даче о а мы ему нравимся всем зрителям канала мира вокруг килобита привет от ночного мотылька ночной совки так ну что пробуем сделать так чтобы она взлетела он смотрите как интересно мы снимаем она достаточно спокойно переносит наше вторжение да вот свою такую ночную жизнь так о таком большом сейчас увеличение и попытаемся посмотреть фокус состоит в том что окно на котором они она живая отлично так 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 включительно еще это видит мы с вами запечатленьк так как это выпитой совка все тан 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 тан-там тан-там там 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 татра 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 летай она ползает Классно Будущий герой Моего фантастического боевика Обещаю Кстати, напоминаю, что сейчас В мире фантастики выходят Боевые лицари космоса Новый роман Ивана Белогорохова Читайте, вот он буквально должен появиться В сентябре уже на Таких порталах, как Литрес Может быть даже на Ужен Успеет на зоне появиться И Кибер-маска вас ждет Так, а у нас Мотылек Так, вот когда я говорил Почему такой неровный немножко кадр Потому что окно, на подоконнике которого Я снимаю Все прекрасные насекомые Подоконник Находится примерно на уровне моей головы И чтобы До него добраться, надо встать Вот у нас ступеньки есть Еще здесь темно У нас здесь сейчас ни на что не задеть Не упасть Ага, то где мотылек наш Вот наш ботылечек Он ползает Вот, такая интересная у него Особенность строения горлышков Ну, кстати, смотрите Такой золотисто-коричневатый оттенок у него Самое, что удивительное То, что в отличие от тех совок Которых мы наблюдали в прошлых кадрах Помните, как они так беспокойно летали Вокруг нас пытались именно погасить Источник освещения Да, вот фонарь в смартфоне А здесь Бабочка очень даже спокойно себя ведет Не улетает Она живая Самое главное, что То есть, если вы не подумаете Что я какую-то там Засохшую, такую-то Больную вам осыпь показал Бабочка живая Вот, ей, кстати, очень даже нравится Наша присутка Такое внимание присутствие Смотрите, какая интересная особенность Ой, смотрите, смотрите В зависимости от того, под каким углом Я посвечу на ее крылышки Да, то есть на ее верхние надкрыли Меняется цветовая гамма Смотрите, как С такого коричневатого, да Такого бежево-коричневатого На золотой цвет Опа Вот это мотылек Вот это кадр Золотая бабочка Золото Все, кто хотел Загадать желание Такой мотылек Вон летит в гости Значит, хорошо Все, смотрите Такое бежево-золотое Все Так, а вот я меняю угол Освещение Опять здесь все у нее Становится обычно таким Бежево-коричневатым цветом Кстати говоря Есть вот, видите Небольшие такие пятнышки у нее Причем есть темные, да Вот точки И есть такие небольшие Вот расходящиеся Как овалы К краям Да, вот от центра краям Они таких вот Немножко коричневатых оттенков Можно здесь найти Да, смотрите Кого вот снова золотой отлив Реакция на свет Во Какая красота Возникает вопрос Какой все-таки цвет Крыльев у бабочки Да, вот у мотылька У этого Я все-таки думаю Что у него натуральный Натуральный цвет Если судить по спинке Да, по головогруди По голове И потому что Мы все-таки видим Когда Освещаем бабочку С определенных углов Я бы сказал Что такое золотисто-бежевый И, кстати Даже вот при удобном угле освещения Вот ее такие пятнышки Да, вот Темные На крыльях Они тоже сливаются Их становится золотистым Таким вот Кровным фоном Вот такой интересный Мотылек У нас сегодня был в гостях Честно говоря Сам не знал Что цвет крылья Цвет крыльев У мотылька Может меняться У ночного Да, в особенности У совки Я так думаю Это совка Или какой-то Из ее Таких подвидов Вот Такой интересный Мотылек Сегодня у нас в гостях Сегодня у нас в гостях Еще раз посмотрим Как меняется цвет Бабочки Когда мы меняем угол освещения Да Напишите в комментариях Вы знали о такой особенности строения крыльев У ночных мотыльков Не обязательно Московских Подмосковных Вообще Просто Если кто-то Вот наблюдал За бабочками Ночными Да Просто я знаю Что есть люди Которые обожают Вот увлекаться Бабочками Не просто там Вот их Коллекционировать Как вот Знаете Вот Виде Таких Экспонатов Заспиртованной Коллекции А именно Вот Навлюгновлять За процессом Волупления их Из куколок Да Вот За их Такими Первыми Днями Как раз Вот они Смотрят За тем Как развивается Световая гамма На крыльях Бабочки Со временем Взросления Недавно С таким Человеком Пообщался В фейсбуке Много Чего интересного Узнал Кажется Можно Можно Наблюдать Бабочек Даже Такие Времена Года Как Апрель Как Май Когда Еще Подобные Особи Только Только Начинают Проклевываться А у Кого-то Уже Они В гостях Живут Как Домашние Питомцы И Радует Глаз Ну Вот Про Такую Особенность Крыльев Впервые Увидел Вам Тоже Показал Так что Если что Знаете Что Расцветка Крыла Мотыльков Ночных Может Меняться При Изменении Угла Освещенности Вот Наша Золотистая Бабочка Бабочка Мечта Так Вот Такой Интересный Сегодня У нас Был В гостях Ночной Гость Из Меры Бабочек Сегодня Мы С вами Узнали Что Цветовая Гамма Крыла Ночного Мотылька Может Меняться При Измене Ула Освещения То То Мы Меняем Положение Внешнего Источника Но Естественно Свет У нас Не Ультрафиолетовый Не Интракрасный Не Тепловой Ни В коем Случа Обычная Лампочка Фотоаппарата Смартфона Не Такая Яркая В общем Можно Даже Использовать Простой Фонарь Диодный Или Обычный Ламп Походный Конечно Ни В коем Случа Не Яркий Поскольку Слишком Яркий Свет Может Насекомое Спугнуть Как Дезориентировать И Да В общем Испортит Дневник Наблюдения Во Так Кто У нас Там Еще Есть На Фоне ВД 40 Ночная Бабочка Вот Такая Она Сегодня Попала В кадр У нее Такие Интересные Пилышки Тоже Есть Коричневые Такие Вкрапления В виде Квадратиков Но Кстати Общий Рельеф Сложный Маленький Таких Кружочках И У Середины Крыла Это Они Такие Побольше Образование Чем-то Похоже на Маленький Фрагмент Шахматной Доски Засекомые Живо Активно Сейчас Всего Спугнуло Но Улетит Вот Думаю Что мы Снимаем Такое Неживое Такой Не пальцем Тут Она Сама Ползет Вот Такой Тоже Есть Интересный Ночной Мотылек Так А это Вот Что-то Такое Интересное У нас Сидит На Стекле Джиперс Криперс Из мира Насекомых А нет Бабочка Вот Какой Интересный Эземпляр Мотылька Смотрите Прям Прям Персонаж Из выше, чем человеческий рост. Вот. Сложно здесь так вот встать, найти ракурс, еще так вот долго задержаться и снять это все дело. Так, здесь еще не наступится. Все-таки сейчас ночь на дворе. Как ночь? Сейчас где-то в районе 11 вечера. Сейчас уже где-то август, может где-то число, наверное, 13. Вот так. Вот такой интересный мотылек. Как у него глаза, интересно, отсвечивают. Помните, мы с вами снимали совку, как она тоже отсвечивала в свете телефона, когда была съемка. Вот то же самое. То же самое. Кстати, по-моему, у этой бабочки есть такой ярко выраженный хоботок, чтобы пить нектар. Вот. Конечно, могу ошибаться, но... У нее вот такая мордочка больше похожая на бабочку. То есть тут уже не спутаешь ее ни с жуком, ни с шерстным, ни с цикадным, ни с чем еще. Да. Кстати, форма крыльев у нее достаточно стандартная, да, таких вот каких-то... Здесь есть пятнистые такие вкрапления небольшие. В основном, да, такой цвет розовато-коричневый. Такой нежный тон, то есть не режущий взгляд. Вот. Каких-то вот особенностей, типа выреза, да, внизу крыла, как бы, по-моему, в прошлый раз наблюдали, у одного из ботыльков, значит, да, помните, вот такой вот на конце крыльев, как вот треугольник такой, вот как будто вырезан, да, на крыле бабочки. Здесь все ровно, все аккуратно, ровно так. Крылышки вдоль тела сложены. Гость наш ночной живой. Во, все. Слетел, летает. Так, мы сейчас попробуем еще одного поймать похожего представителя мира ночных насекомых. Так, где он здесь сидит? Так. Вот забавная вещь. Я вижу его глазом, но почему-то вот через... Вот он. Вот он. Вот такой интересный есть. Мотылек. Да. Достаточно серьезный такой. Не любит, когда его снимают. Вот. Ну вот. Плохо видно, на самом деле. О, такой еще есть интересный утрек. Чем-то похож на того, кого мы с вами уже видели. Вот. Ну, естественно, отличие есть. Отличие есть в чем? А, собственно говоря, в расцветке крыльев. Как вы понимаете, что, в общем-то, у разных видов мотыльков может, оказывается, отличаться. Вот. Там у нас что-то летает. Ой. Так, 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 улетел, да, уже все. Вон там кто-то летает. Мы его уже с вами боюсь, что не достанем для стенки. Я просто туда уже не смогу руку никак потянуть. Да, высоко. О, видите, бабочки. Вот у кого есть дачный дом, да, такой, с хорошей такой, обзорной верандой, с большими окнами, можете выйти вечером-летом и посмотреть. Я думаю, что вот все виды бабочек, которые мы вот в этих своих видео про ночных бабочек Москвы и Подмосковья показываем. Я думаю, что каждый из вас на своем дачном участке или там в загородном доме, пожалуйста, вот, просто достаточно посмотреть в окно вечером. Я думаю, что все увидите, все найдете, все к вам прилетит, все сможете посмотреть. Ну, потрогать не знаю, конечно, все-таки это бабочки. Насекомые не любят, когда их сжимают в руках, как-то сдавливают. Ну, при желании можно аккуратно, аккуратно, там, вот, может быть, большую бабочку большого мотылька типа совки. Может быть, аккуратно вы и погладите. Во случае, мир бабочек очень интересен, многообразен. Поэтому наблюдайте, смотрите, пишите свои отзывы, делитесь впечатлениями, оставляйте комментарии, ставьте оценки. А мы с вами до следующего ролика ненадолго расстанемся. Так, здесь, по-моему, какая-то из бабочек уже летит на фонарь смартфона, да, который мы снимаем. Так, что такое летает-то в летун? Кстати, вот наш летун. Во. Вот такие сегодня у нас в гостях бабочки, да, обычные ночные матрики. Не совки, но тоже интересные, активные, кстати, сегодня. У них разная расцветка крыльев, да, уже больше похожие на бабочку. Вот, причем крылья у них складываются вдоль тела, как мы видим. И вот никаких особенностей вот внизу, да, на крыльях мы не наблюдаем. То есть никаких вот вырезов, таких выемок интересных, которые вот вы видели в прошлом видео на одной из бабочек. Сегодня у нас таких вот экземпляров в гостях не прилетело. И, кстати, какая бабочка не была маленькая, да, она примерно где-то размером, ну, с нокоть пальца. Так, сейчас пытаюсь поставить это где-то будет. Вот. Вот так вот, вы видите, не улетает. Спокойное, спокойное существо. Хорошо. А есть еще меньше. То есть, видите, тоже что-то здесь порхает в кадре. Причем далеко не комары. Более тоже интересные, такие забавные, сложные насекомые. Поймать в кадрах маловероятно, они просто случайно попадают, поскольку мы светим на бабочек, да, на мотыльков. А те тоже видят свет и пытаются как-то вот добраться до источника. Так, а что я хочу сделать? Хочу вам показать вот еще одну такую интересную ночную гостю. Вот она, о, крупным планом. Так вот. Можно ее посмотреть во всей красе. Я думаю, что каждый из вас сталкивался с такими мотыльками, с такими бабочками не один раз летом в Москве и Подмосковье. Просто вы не обращали внимание на сами. Собственно, почему я вообще такие вот делаю сюжеты на канале? Потому что, действительно, вот так вот лишний раз что-то увидел. Такой летающий, ползающий, да, вот вроде бы насекомые интересные. Они кусаются, их вот много у нас в столице. А, собственно, вообще, да, вот что за вид, что это такое, да, там бабочка, жук, пальцекрылка там, еще что-то. Тишний раз так вот сходу и не поймешь, да, то есть вот, чтобы вы не пугались, да, знали, кто возле вас летает, ползает, да, кого не стоит бояться. Пожалуйста, вот они, все гости из мира насекомых. Кого можем, мы вам показываем в нашей рубрике «Забавные животные». Подписывайтесь, ставьте оценки, делитесь, пишите комментарии. Не забываем читать фантастику современную. «Боевые рыцари космоса», новый роман Ивана Белогорохова, не пропускаем. Также выйдет шестой том «Маримани» очень скоро, да, там сериал о супергерое Трилобити. Ждет фанатов боевой фантастики, скажем так. Вот. И на этом пока все. Всем привет, до новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова